МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения программа «Важная тема». 3 декабря в нашем районе стартовал гражданский форум. Его инициатор, исполняющий обязанности главы Солнечногорья, Александр Якунин. Начальный этап форума проходит в поселениях. Предварительно там были созданы рабочие группы. В них вошли представители местных администраций, депутаты и активные жители. Формат мероприятия для Солнечногорского района своеобразная диалоговая ноу-хау. Как оно выглядит и что из этого вышло, на примере одного из поселений в нашем репортаже. Зал небольшого поселенческого дома культуры видел и слышал все. Песни, танцы, встречи, дебаты и, конечно, мнение местных жителей. Но впервые сюда пришли специалисты. Чтобы помочь вам это мнение высказать, оформить. Высказать, оформить и продумать возможные пути решения. Для этих трех китов в Солнечногорский район привезли оригинальную методику. Чтобы работа была по-настоящему конструктивной, сразу подчеркнули ведущие форума, события, происходящие в поселении, необходимо рассматривать и озвучивать без эмоций, не придавая им окраски, ни негативной, ни позитивной. Затем пришедшие распределились по трем группам, если можно так выразиться, по интересам, по наболевшему. В первой группе дискуссии об экономике, о проблемах развития бизнеса, инфраструктуры, привлечения инвестиций. С тем, чтобы при этом не ущемлялись и права, и возможности для нормальной жизни местных жителей, чтобы согласовать интересы бизнесменов в застройке и интересы местных жителей. В экономической группе наиболее оживленные. А частные сооружения? Это ничего не работает. Частные сооружения от революции, я думаю. Но они находятся на другой стрелке, в Неградском шоссе. А, то есть у нас еще и не только социальная инфраструктура, но и ЖКХ инфраструктура разорвана. Участники сектора экономики на раз перечисляют проблемы, практически сразу озвучивают свое видение того, как можно попробовать их решить. Территории поселения, например, предложили осваивать и развивать совершенно конкретно. Есть зоны, которые могут быть удобны для проживания при незначительных изменениях, потому что это вообще вот Зеленоград, прямо вот Зеленоград. Зеленоград – это Москва. Но здесь жилье получается дешевле, если сделать какую-то более комфортную жизнь, неоговорим о рабочих местах, а о более комфортной жизни, люди поедут туда жить. Следующая группа работала не менее продуктивно, не мудрено. Здесь то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Проблемы, как жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, культурного развития региона, экологии. Направление это называется «городская среда». Здесь поток выступлений и без эмоций, увы, никак. Ведь нет ничего, нужны аптеки, фонари, ремонт в домах и много-много всего. Построили 16-этажный большой дом, это помимо того. И там люди заселяются, потому что нет детского сада. В особом микрорайоне нет детского сада. Негде поиграть с детьми. Негде. Горки все разбиты, все ступеньки сломаны. Можно покалечиться, можно зацепиться, можно упасть и разбиться. Вообще не где играть. С мая месяца не работает почтовое отделение, нет заведующей почты, никто не идет к тому, что маленькая зарплата. Никто. Вот почтовенные кое-как работают и все. А вот оплатить там коммунальные услуги, мы должны ехать в население или в лошки, или в их завод. Третья группа форума – кадры. О молодежи, о пенсионерах, о работающих, о тех, кто сюда приезжает жить и работать, о тех, кто по каким-то причинам уезжает из вашего района. Группы работали три часа, затем собрались на пленарном заседании в зале, систематизировали проблемы и, согласно методике, разместили их по так называемой области горизонтов. Ближний включает события, которые с большой долей вероятности возможно осуществить в течение пяти лет. Средний горизонт – это события, которые случатся, если что-то происходит в ближнем горизонте, то события в среднем горизонте случаются. Дальний горизонт – это события из области научной фантастики. Это то, чего нам бы хотелось. Мы смогли осознать текущий перечень проблем, как в сегодняшней ситуации, по тому, как ее видят жители, не как говорит статистика, а как видят жители, и сформировать перечень мероприятий, которые, по мнению, в ближайшей перспективе, мы говорим, год, два, три, сможет эту ситуацию улучшить. Как улучшить и решить, вошло в следующий блок – обобщение информации. Например, люди из экономической группы предложили создать модель взаимодействия между властью, бизнесом и населением – трехстороннюю согласительную комиссию. Не просто нашел кусок земли и воткнул туда то, что получилось, а так, чтобы соблюдались интересы всех сторон. Власть получала налоги, бизнес мог развиваться, население радовалось от того, что есть рабочие силы, а не страдало от того, что ухудшается экология. В кадровой группе посчитали – население можно было бы обучить, вести конструктивные диалоги. Прозвучало даже создание местного Солнечногорского гайдпарка и обучение граждан взаимодействию с властью. Это именно институты работы между властью и общиной, чтобы слышали друг друга. Звучали и совсем радикальные предложения под стать федеральному уровню. Коррупционеров лишать не только свободы, но и конфисковать имущество. И деньги их миллиарды. И тогда народ моментально повернет к власти. Моментально. До конца этой недели такие встречи пройдут во всех поселениях Солнечногория. Затем состоится итоговый районный форум с участием делегатов поселений. По итогам гражданского форума планируется разработать план стратегического развития Солнечногорского района. Тему мы продолжим с гостем нашей программы. Сегодня в студии исполняющий обязанности главы Солнечногорского района Александр Якунин. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр Владимирович, форум гражданских инициатив длится уже три дня. Впереди новые встречи, но уже сейчас, наверное, можно оценить, насколько активны жители поселений, как они встретили эту инициативу. Здесь, понимаете, в чем дело. Люди впервые сами могут принять решение, что делать, как жить. Только представьте, какие страсти, какие эмоции кипят на каждой площадке, в каждом поселении. К сегодняшнему вечеру форумы состоятся уже в шести поселениях. Все пришедшие могут убедиться в том, что каждый день, в каждом поселении идет настоящая дискуссия, настоящая работа, порой очень эмоциональный спор. Суть-то как раз в том, что заключается, что организаторы ничего не предлагают. Их задача сделать так, чтобы все пришедшие смогли высказаться, найти решение тех проблем, которые сегодня очевидны всем. Организаторы лишь фиксируют предложения, поступившие от жителей на бумагу, оформляют документ по итогам, чтобы ни одна из инициатив жителей не потерялась. Потом составим итоговый меморандум, и результаты работы форума лягут в основу стратегии развития Солочногорского района. В форуме принимают участие преимущественно активисты поселений, или любой желающий может прийти? — Мы приглашаем всех. Приходят, конечно, наиболее активные, наиболее неравнодушные. В среднем в каждом поселении приходят от 50 до 70 человек. Я считаю, это большой успех. Надо иметь в виду, мы впервые в Солочногорске пытаемся поговорить с людьми. Не все готовы к тому, что беседа будет очень серьезной. На форуме надо работать. Многие по привычке приходят для того, чтобы пожаловаться. Нет газификации, не достучаться до власти, не убирается территория и так далее. Хорошо, записали все перечисленные проблемы. А теперь скажите, что нужно сделать, чтобы наладить работу исполнительных органов, чтобы все делалось качественно и вовремя, чтобы, наконец, обеспечить население водой и теплом. И вот тут, на мой взгляд, начинается самое интересное. Люди начинают задумываться. И действительно, как? Многие, например, даже не знают, что у них в поселениях есть уставы, что жители имеют возможность самостоятельно регулировать те или иные вопросы. То есть, таким образом, район не просто продолжает аккумулировать, накапливать информацию о болевых точках поселений, но жители уже могут предложить какие-то модели сотрудничества, так? Да, работа на форуме состоит из трех частей. Сначала жители рассказывают о тех проблемах, которые, по их мнению, есть в том или ином поселении. Затем начинают предлагать варианты их решения. Ну, например, нет денег в бюджете поселения на уборку снега. Ну, вот нету их. Это факт. Можно долго рассуждать о том, кто виноват, почему денег нету. Но это не изменит ситуации. Деньги все равно не появятся. Вопрос. Что делать? И тогда уже разговор принимает совершенно другой оборот. Вдруг наступает осознание того факта, что криком и предъявлением претензий ничего не изменить. А следующий, третий этап, это уже, собственно, предложение и идея о том, как обустроить жить поселение. Например, в Поварово предложили создать институт старост, чтобы они были этаким мостиком между властью и жителями. По-моему, это совершенно отличная идея. Опять же, да, информацию собрали, ее систематизировали, люди предложили какие-то пути решения. Но все равно можем ли мы говорить о том, что налаживается канал прямой связи между властью и людьми? Или, как раньше, все равно вот эти предложения людей, они будут идти через энное количество голов до руководителя района? Ну, во-первых, форум это и есть прямая связь в чистом виде. Во-вторых, как я уже говорил раньше, мы будем значительно расширять полномочия общественной палаты, создавать местные общественные советы, чтобы люди могли в ежедневном режиме влиять на решения власти, контролировать исполнение тех или иных решений. Например, ситуация с водоканалом Московской области, который отвечает за огромный пласт вопросов в сфере ЖКХ нашего района, мы подключили общественную палату. Была создана рабочая группа, куда вошли в том числе и представители общественности. И они должны будут за две недели провести проверку деятельности водоканала, для того, чтобы жителям было все понятно. И оценка эта будет независимая и непредвзятая. По итогам этой проверки мы будем принимать решение о том, как дальше строить наше сотрудничество с водоканалом, какие меры принимать. Какие темы поднимают жители? Что сейчас наиболее остро и актуально? Вы знаете, есть общие проблемы для всех. Это проблемы ЖКХ, транспорта, медицины, мигрантов. Есть проблемы, касающиеся конкретно каждого поселения. Чтобы не говорить общих слов, расскажу на примере. Например, в Пешковском поселении жители констатировали отсутствие освещения в деревне Ложки, детских площадок, должного медицинского обслуживания. Медпункт не обустроен медоборудованием. Единственная аптека, она частная и при этом очень дорогая. Есть и проблемы с транспортным обслуживанием. Дома нуждаются в капитальном ремонте. Отсутствует социальная инфраструктура в Чашниково. Нет почты, нет детского сада. Идет разграбление, расформирование воинских частей в деревне Ложки. Земли, которые не переданы на баланс муниципалитета. Основная проблема, выделенная отдельным блоком в работе группа экономического развития в Пешковском поселении, это нерегулируемый захват земель. Отсюда и проблема отсутствия площадей для развития. Земли сельскохозяйственного назначения используются не по назначению или не используются вовсе. Жители обратились к нам с просьбой провести инвентаризацию земель, госимущества и водных объектов. В работе группы кадры жители Пешек высказали опасения, что в ближайшее время мигранты полностью вытеснят с рынка труда местных жителей. Отсюда проблема снижения уровня охраны общественного порядка. В поселении стало небезопасно. Отсутствие рабочих мест привело к оттоку молодежи из поселения. Вы сказали о том, что по итогам встреч будет приниматься меморандум. Будет ли этот условно итоговый документ иметь юридическую силу, либо он будет носить рекомендательный характер? Сейчас главная задача – это разработать план, стратегию развития района на ближайшие годы. Основная проблема Слышногорского района – это отсутствие цели полагания. Именно поэтому родилась идея проведения этого форума. По итогам каждого форума составляется меморандум, в котором четко записаны все предложения и советы граждан. По результатам этих форумов и будет вырабатываться стратегия развития района. Нам нужен не какой-то многостраничный заумный документ, а реальный план действий, который, с одной стороны, будет системным, стратегическим, который будет учитывать весь имеющийся потенциал района, а с другой – конкретный и практический план, куда будут внесены все пожелания самих жителей. А если говорить об идее форума, за основу взят опыт каких-то муниципальных образований? Насколько удачный вообще этот опыт? Вообще, на мой взгляд, учет мнения жителей – это первостепенная основная задача исполнительной власти. Жалко только, что для многих населенных пунктов, не только Солочногорска, но и России в целом, это является новостью. Принцип открытости власти – это основной принцип, который должен руководствоваться любой чиновник. Аналогичные форумы с успехом прошли в ряде городов Подмосковья. Например, в Жуковском программа развития города была составлена именно на основе таких гражданских форумов. И на сегодняшний день уже глава города реализовал эту программу на 60%. Общение с населением в таком открытом формате, вовлечение наибольшего количества участников, диалог, эти тенденции отмечаются как положительные, безусловно, не только людьми, но и губернатором Подмосковья. На неделе вы встречались с главой региона на заседании с зампредами. Расскажите, пожалуйста, об итогах этой встречи. Да, действительно, я встречался. Это была плановая встреча. Мы изначально договаривались, что я буду регулярно сообщать губернатору об итогах своей работы и о том, с какими трудностями я сталкиваюсь. Так делаю не только я. Это нормальная практика для всех глав муниципальных образований. Я сообщил о проводящихся проверке в администрации района, о том, что введен мораторий на сделки с землей, о своих предложениях по повышению взимаемости налогов и о том, что на сегодня бюджет района недополучил 350 миллионов рублей налогов. Также о том, что уже приняты меры по расселению из ветхого жилья, что я возобновил личный прием населения. На мой взгляд, эта встреча была очень конструктивна. Губернатор, как мне кажется, с большим пониманием относится к той ситуации, которая сложилась в Солнечногорском районе. Время нашей передачи подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня в студии был исполняющий обязанности главы Солнечногорья Александр Якунин. Мы говорили о гражданских форумах, которые проходят в районе на неделе. Спасибо вам за участие в нашей программе и до новых встреч. До свидания. Солнечногорья Александр Якунин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok